Немцы искали детей. Беслинеевцы следили за немцами. Ни один шаг оккупантов не оставался незамеченным. Любая информация о передвижении немецких солдат доходила с одного края селения до другого в считанные минуты. Была разработана целая система условных сигналов. Чтобы спасти приемных детей, новым мамам требовались не только забота и ласка, но и изрядная доля хитрости, а также большая смелость. Ведь если бы немцы обнаружили детей, беда постигла бы всю черкесскую семью, а возможно и весь АУ. Пять месяцев немцы стояли в Беслинееве. Пять месяцев длилась оборонительная битва за Кавказ. Несмотря на значительный превосходство сил противника, советские войска не позволили ему прорваться к Баку, в Закавказе. Планы Гитлера, рассчитанные на захват Грозненского и Бакинского нефтяных районов, были сорваны. В ходе кровопролитных боев немецкая армия потеряла более 100 тысяч человек. Усилить группировку войск на Кавказе немцам не позволит саленградской контрнаступлению. В начале 43-го года беслинеевцы вздохнули свободно. Немцев выбили из АУ. Жили победой, ожиданием везти из фронта, надеждой на лучшее. Чтобы восстановить пошатнувшееся хозяйство, приходилось работать от зари до зари. И маленькие, едва окрепшие ленинградцы, как могли, помогали старшим. После этого немцы ушли. Вообще в АУЛе жить было очень тяжело. Потому что, чтобы в АУЛе топить было нечем. Я на голове носил такие вот охапки, что мне вдвоем. Вот так ложили на голову, я вот так вот, вот так вот, так нес. Дойду там, остановлюсь. Если я сниму с себя это, то я не подниму его. Вошли, человека два-три шли, друг другу там помогали, поднимали, и так шли, таскали. Я целыми стогами заготавливал вот эту топку эту. Беслинеевцы берегли своих приемышей. Володя Жданова, приемная мать, за обедом старалась положить самый лучший кусок. Мать вначале, говорит, накормит Володю, а потом то, что осталось, делила между двумя своими дочерьми. И у нас же считается, что мужчины, чтобы сильными были, им самый лучший кусок должен достаться. Женщина в состоянии выдержать все в женский организм. Да и наука же об этом говорит. Вот такое отношение было. В январе 43-го года, через несколько дней после освобождения аула, ленинградцы сели за парты вместе с беслинеевцами. Учителя были довольны. В новой среде черкесские ребятишки заговорили по-русски. Плокатники научились понимать язык своих приемных родителей. Черкесский язык очень сложный. 61 звук на 33 буквы русского алфавита. «Нана» значит «мама», «Даде» значит «отец», «Текуэнэра» значит «победа». Летом 45-го года в аул начали возвращаться фронтовики. Наш отец раненый вернулся с фронта. И ему говорят, что у тебя родился сын так, шутливо, сродился сын, пока ты был на фронте. Отец воспринял эту шутку как добрую месть. Взять на воспитание ребенка – это естественно для черкесов. Тем более, если этот ребенок остался сиротой. Из века в век, от поколения к поколению, на этой земле передавались традиции оталычества.